Краматорского это почувствовать очень быстро. Женщинник полиции в Славянске, в Славянске или остальник в Славянске? Мы сейчас говорим о патрульной полиции. Патрульной полиции в Краматорске и в Славянске у нас возглавляет молодой парень, 24-летний, боец в прошлом добровольческого ботеринат Днепр-1, награжденный государственными наградами, человек с энергией, которому можно доверять. А вся структура национальной полиции, которая подвергается сейчас реформе, она шаг за шагом обновляется. Вы знаете, что идет аттестация до конца июля, аттестация пройдет в Танинской области. После этого будет реформирована служба криминальной полиции, самая сложная. Потом добавляются сюда еще участковые, сейчас параллельно этот процесс начат. Потом добавляются сюда еще следствия, и шаг за шагом. Этот огромный механизм невозможно сразу вот так сделать новым. Это процесс. Для этого процесса нужно доверие, нужно время и нужны успехи. И доверие и успехи делают первые проекты. Если патрульные Славянска и Краматорска покажут себя так, чтобы люди им доверяли, если Абройский, начальник областной полиции, показывает себя так, что ему доверяют, а социология показывает, что более 40% уже доверяют полиции в Донецкой области, то это правильный путь. Шаг за шагом мы здесь идем. Да, будут ошибки. Да, эти ребята, что сегодня здесь на площади, они еще не все умеют и будут кое-где теряться. Но это точно будут те люди, которым каждый из жителей Славянска и Краматорска будет доверять. А они научатся. Через год, через два они будут вообще супер-профи. А думаю, что реформа национальной полиции в целом состоится тогда, когда эти молодые ребята, которые приходят сегодня, наберутся опыта и начнут занимать посты все выше, выше, выше и выше. Шаг патрульная полиция на сегодня будет правильный. Хороший будет правильный. А вам куда это надо? Нам надо количество. 191 человек на Славянска и Краматорск. Это недостаточная комплектация, мы будем добирать еще. Но это те люди, которые смогли пройти все испытания, все экзамены, все обучение в Харькове, стажировку в Харькове. И это самое подготовленное подразделение, потому что мы относились к подготовке подразделения в Славянске и Краматорске, в Мариуполе, Лисичанске и Северодонецке с особым тщанием. Поэтому я думаю, что пока дополнительно у вас будет еще вот эти 200 человек на два города, и потом в ближайшие полгода это будет еще добавляться. В плане технического оснащения у них есть все? В плане технического оснащения у них есть все. Новые автомобили Duster, новые Prius, они оснащены будут точно так же, как и полицейские в столице. Вот, чего-то будет не хватать. Нам бы хотелось иметь аэропланы, ракеты и все остальное, но это все придет чуть позже. Дополнительно к ним будет подключаться чуть позже новая система мониторинга и наблюдения за ситуацией на улице на основе на видеокамер и систем распознавания. Этим занимается генерал Абройский. Дополнительно потихонечку будет включаться общая единая система 102, то есть на основе той системы цунами, которая будет управлять патрульными нарядами. Это все сложная ситуация. Еще раз повторяюсь, важно идти шаг за шагом. Важно, чтобы люди понимали, что это происходит шаг за шагом, чтобы доверие было. Не так, что у меня в трамвае наступил на ногу полицейский. Все пропало, реформа провалена, ничего не хочу. А так, что понятно, что это процесс. И процесс с такими людьми, как мы. Потому что полицейские не прилетели с луны. Большинство полицейских из этих городов. Вот только что подошли ребята из Горловки, правда. Скажи, что была поправка на АТО при их обучении. В чем именно она заключалась? Да, мы готовили для более жестких экстремальных ситуаций. По более жестким протоколам. Специальный был курс обучения в Харьковском университете внутренних дел. И, возможно, мы в ряде случаев будем применять ситуацию, когда полицейские будут патрулировать вместе с каким-то из боевых подразделений, которые мы будем рекомендовать. Хорошо готовы. Моя напутствие очень простого. Служить и защищать по-настоящему. То есть человеку надо служить и уважать. И помогать ему. То есть, соответственно, то, что хочу пожелать жителям Славянска. Доверяйте своим полицейским. Краматорска тоже, конечно. Дякую.